Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. В последний раз в ходе торговой пятидневки мы с вами возвращаемся на финансовые рынки, для того, чтобы еще раз проанализировать то, что у нас на них происходит в плане фундамента. Вчерашняя торговая сессия оказалась крайне интересной, между прочим, потому что произошло, даже не вчерашний, а, правильнее сказать, начало тому затяжному коррекционному медвежьему ралли по хунту было положено еще в начале этой недели. Но вот сегодня на азиатской торговой сессии мы видели беспрецедентное движение, которое позволяет нам говорить о том, что мы стали свидетелями еще одного черного лебедя. Зачастили они в последнее время, может быть это и плохо, но, с другой стороны, каждый черный лебедь – это безумная волатильность. Если мы говорим с вами о волатильности, мы говорим, конечно же, о потенциале получения профита. Конечно же, такой потенциал тесно сопряжен с такими же значительными рисками. Но все-таки трейдинг на финансовых площадках – это по определению априори рисковое дело. Но когда на рынке появляются такие интересные события, и особенно такие выраженные движения, я думаю, что непременно есть и те трейдеры, которые не обжигаются на них, а напротив получают солидный профит и значительно увеличивают свои депозиты. Я очень надеюсь, что в рамках того понижательного тренда, который мы наблюдали по хунту в рамках этой недели, многие смогли на нем заработать. Все-таки то движение, которое предполагало ослабление позиции фунта, оно носило фундаментальный подтекст и характер. И мы с вами смогли объяснить, почему фунт оставался в числе аутсайтов. Но о фунте мы, безусловно, поговорим. Все-таки у нас есть еще привычный, традиционный набор инструментов, которых мы обязательно должны коснуться. Потому что помимо британцев, даже несмотря на движение, которое мы видели на рынке, есть и другие активы, которые сегодня будут, ну, может быть, не так интересны, но на уровне, поскольку мы, наконец-таки, дождались основного отчета по американскому рынку труда Non-Bank Pails, который выйдет сегодня в 15.30 по московскому времени. Давайте, перед тем, как переключиться на доллар и фунт, все-таки поговорим о рынке сырьевых активов, о рынке нерги. В частности, хай вчерашнего дня по бренду составил 52.73, соответственно, доллара. А сейчас актив торгуется на отметке 52.52. Вы помните, что после того, как стало известно, что ближний восточный картель вроде бы как согласовала инициативу, предполагающую ограничение добычи, но не воспользоваться вот этим позитивным макроэкономическим фоном для сырья было просто нельзя. Поэтому буквально с начала этой недели мы с вами, прошу прощения, сделали ставку на то, что бренда может сохранить свой повышательный тренд и добраться до отметки 52.5 доллара за баррель. После чего ралли может явно выдохнуться, поскольку это уже будут максимальные уровни, экстремумы с июня. В частности, сейчас мы находимся на этих рубежах, и отказываться от тех слов, которые я, в принципе, озвучил ранее, я не собираюсь. Считаю то, что фундамент, конечно же, способствует тому, чтобы бренд, может быть, забрался даже еще. Потому что рынок продолжает обсуждать сделку, которая, может быть, будет реализована уже в конце ноября по факту очередной встречи только уже официальной вене. Рынок продолжает готовиться к возможной новой неформальной встрече, которая может пройти в Стамбуле с 8 по 12 октября. Рынок помнит статистику по запасам нефти. Напоминаю то, что пятую неделю подряд мы вместе с американскими статистиками констатирули факт о сокращении и снижении запасов. И, в частности, это тот фундамент, который, безусловно, поддерживал статистически и поддерживает позиции бренда. Поэтому мы сейчас видим этот актив на столь высоких ценовых значениях. Но сегодня мы с вами закрываем неделю. Обычно, когда в рамках пятидневки мы становимся свидетелями выраженного трендового движения, в пятницу перед выходными многие трейдеры начинают фиксировать результат. А сейчас, помимо вот этого эффекта пятницы, на идею того, что бренд сегодня может скорректироваться, накладывается еще и ряд технических факторов, близость. И не то чтобы близость, а уже многомесячный хай, который находится под тестированием в данный момент. И сегодня у нас еще отчет Бекер Хаджес. Это последний макроэкономический релиз, который замыкает сырьевой рынок в ходе всей пятидневки. От Бекер Хаджес количество платформ. Мы ждем, исходя из высоких цен на нефть, то, что рост может продолжиться. На текущий момент количество этих платформ 425 штук. Если количество вырастет, тогда, может быть, надеюсь, что трейдеры начнут закладывать в идею локального коррекционного отката еще и предположение, что увеличение числа буровых будет способствовать параллельному росту добычи. Что произойдет на следующей неделе, безусловно, покажет время. Мы с вами в понедельник снова встретимся в 9.30 по московскому времени, обсудим, каким образом рынок нефти завершил торговую пятидневку. Но я надеюсь, что у нас будет с вами возможность поговорить о том, что сессия будет закрыта со знаком минус. Я считаю, что Brent сегодня вполне, исходя из всего, что сказал, может скорректироваться ниже 52 долларов за баррель. Российская валюта 62.18. Видим то, что доллар теряет, российская валюта укрепляется, реагируя, конечно же, на восстановление цен на нефть. Но если мы постараемся оценить коррекционную связь, по идее рубль мог бы быть уже гораздо дороже. Потому что нефть так активно растет на протяжении двух недель подряд. Но есть и, опять же, локальные экстремы и по этой валютной паре. О них мы с вами уже говорили, предположив то, что USDRAP с низкой долей вероятности сможет пробраться ниже поддержки 62. До тех пор, пока этот уровень держится, я предлагаю даже не обсуждать возможные дальнейшие ориентиры, потому что они остаются неизменными. Мы ждем все-таки возобновления, девальвации рубля по причине потенциального отката, который может произойти по рынку нефти, по WTI и Brent в самое ближайшее время. Поэтому снова призываю вас к тому, что текущие уровни могут оказаться очень привлекательными для занятия длинных разделок, даже исходя из потенциала возможного возвращения пары USDRAP в район 65. Это 5% прироста. Согласитесь, цель, за которую можно сейчас сарканно побороться. Тем более, что многие из вас, уверен, разделяют мою позицию того, что дальнейшие укрепительные горизонты для рубля крайне маловероятны. Исходя из экономической конъюнтуры, которая складывается в рамках в целом российской экономики, исходя из вечно звучащих санкционных призывов в адрес России, исходя из потенциала присутствующего отката нефти, ну и, безусловно, тех ранее озвученных факторов, о которых мы с вами касались. Впереди у нас еще серьезный фундамент по доллару. И если, как я уже отмечал, сегодня мы получаем хорошие цифры по Non-Farm Parals, это будет воспринято трейдерами как еще один знак, чтобы продолжать двигаться вместе с американской валютой, теми, кто верит в доллар, по пути скорого повышения процентных ставок. Если эта идея обретет сегодня новое дыхание после Non-Farm Parals, тогда у пары USDRA появится еще и лакание уже со стороны фундамента США, фактор, чтобы подрасти. Европейская валюта против доллара. В актуальной котировке 1.11.17 практически 100 пунктов было потеряно за прошлую торговую сессию, то есть спроса на евро уже и не хватит. В частности, если говорить про ту динамику, которая разворачивается по евро-доллару, мы видим то, что евро стали активно сбрасывать. И в евро сейчас мало кто верит, потому что уже маячит зона низкой границы диапазона, нижней границы, и трейдеры понимают то, что при сохранении текущего настроя, хотя бы в отношении американца, этот уровень может пасть. Если за отметкой 1.11 будет наша с вами долгосрочная цель, это 1.10. Сейчас она очень близка. Причины, которые можно сейчас закладывать в основу коррекционной динамики, в принципе, вы даже сегодня видите, как на азиатской сессии евро активно распродает. Ну, во-первых, это резонанс еще от высказания представителей ЦБ Яканана, который отметил, что сверхагрессивная монетарная политика и нетрадиционный подход к стимулированию будет сохраняться в течение длительного периода времени, потому что без таких стимулов экономика не справится на фоне слабых макроэкономических данных, на фоне Брэнзита, который сейчас является, наверное, одной из самых основных тем, которые обсуждают. Поэтому то, что среди представителей Европейского Центрального Банка по-прежнему много тех, кто радует за сохранение этого агрессивного вектора стимулирования, достаточно. И лично я отношу себя к тем трейдерам, которые также склоняются в пользу того, что стимулы будут сохранены, по крайней мере, в текущем ключе и дальше. Еще большее давление на евро, скажем так, подножку этому инструменту, оказали комментарии непосредственно в целом, в общем, от Европейского Центрального Банка, которые были даны вчера. И самое интересное, на которое можно было обратить внимание, то, что программа, сроки действующие программой количественного смягчения могут быть пересмотрены как в большую, так и в меньшую сторону. Но поскольку мы с вами говорим о том, что евро оказался под ударом, значит, трейдеров больше вдохновили слова о том, что программа может быть расширена в большую сторону. То есть, мы сможем говорить о новых мерах экономического стимулирования. Против евро выступает сильный доллар, который против иены. Вчера переписал локальные экстремумы, коснулся отметки 104 иены за доллар. И, в принципе, при сохранении таких же бычьих амбиций, американец может продолжить расти и дальше. Рисковым активам в связи с этим придется отступать. Я снова обращаю ваше внимание на разницу в доходности процентных ставок. Если вчера мы говорили о том, что по двух лет, на которые сейчас среднесрочным трейдерам и стоит обращать внимание, между трежерис и, соответственно, немецкими облигациями, доходность разницы составляла около 150 пунктов, то сейчас она уже выше. И это чуть ли не исторический максимум. То есть такая ситуация на долговом рынке создает больше возможностей для более привлекательного инвестирования в американские активы, а приток средств в американские активы будет способствовать укреплению курса и доллара. Но в любом случае эта доходность явно не играет сейчас на руку европейской валюты. Я думаю, что она будет и дальше увеличиваться, создавая возможности для роста доллара. Мы за этим, безусловно, будем следить, поскольку это интересное фундаментальное наблюдение для того, чтобы, в принципе, отследить контраст даже монетарных политик и ожидания рынка по поводу потенциальных изменений, как в рамках ФРС, так и в рамках Европейского Центрального Банка. Сегодня, как я уже отметил, у нас на повестке отчет по американскому рынку труда в 15.30. На него обязательно стоит обратить внимание. Может быть, реакция рынка померник, особенно на ходе того, что мы видели сегодня по паре фунт-долларда и по всем активам в содружестве с фунтом. Но этот отчет будет иметь для нас значение долгосрочного влияния, поскольку, снова повторяю, нас не интересует, собственно, состояние американского рынка труда. Нас интересует, насколько может повыситься вероятность разгона косочных процентных ставок после выхода очередного сильного макроэкономического релиза. Если доллар сегодня получает еще один пуст и фактор-ускоритель для восходящего движения, рисковым инструментом придется сдавать. И в связи с этим я предлагаю и дальше придерживаться коррекционного подхода по евро-доллару, тем более, что мы активно снижаемся, почему бы нам уже не свято верить, и то, что уровень 1.10 пойдет буквально в самые ближайшие дни. Доллар японская иена сейчас котируется на отметке 103.92. Мы видели, как локальный хай 104, новый уровень сопротивления, пара тестировала это значение, но пока что закрепление не произошло выше, но я думаю, что это также вопрос ближайшего времени. Если оценить тот фундамент, который сложился в рамках вчерашней торговой сессии, то из отчетов, вы помните, у нас было не так уж и много статистики, на которые можно было обратить внимание. Пожалуй, это только заявки на пособие по безработице. Но примечательно, что ту цифру, которую мы увидели, она была опубликована буквально за сутки до выхода основного релиза по состоянию американского рынка труда. Количество обращений, заявок на пособие по безработице по итогам прошлой недели составило 249 254. Чтобы вы прекрасно понимали, это минимальный уровень за последние 43 года. И риторический вопрос, как вы думаете, такая динамика этого показателя разве не сигнализирует о том, что американский рынок труда продолжает динамично восстанавливаться? Разумеется, отвечать на этот вопрос не нужно, потому что, уверен, все прекрасно понимают, да, это тот релиз, который указывает на сохранение восстановительного тренда и который фактически готовит нас к очень интересным, будем надеяться, положительным и значительным в плане роста цифрам по Non-Farm Payless количество обращений, точнее количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе, которые мы увидим сегодня в 15.30 в полмосковском времени. Также отмечу, что даже если бы в ходе вчерашнего дня количество заявок было бы выше текущего значения 260, 270, 280, неважно, лишь бы ниже 300 тысяч, мы все равно говорили бы о прогрессе, потому что по позиции ФРС, если количество обращений находится ниже в планке 300 тысяч, рынок труда восстанавливается. Но вы видите, что фактическая цифра была гораздо лучше. Из отчетов сегодняшнего дня в 15.30 в Non-Farm Payless количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. И традиционно в это же время выйдет динамика роста заработных плат. Я снова хочу призвать вас обратить внимание больше, даже чем непосредственно сам Non-Farm Payless, как раз на динамику изменения заработных плат. И почему? Потому что зарплаты у нас являются опережающим индикатором будущей потребительской активности, роста ВВП и, конечно же, инфляционных ожиданий. Если с рынком труда, судя даже по последнему отчету, у нас более-менее все понятно, восстановительный тренд сохраняется. Вот, а что касается инфляции, есть, конечно же, пробуксовка, и есть скепсис со стороны ряда государственных членов о том, что инфляция продолжает находиться на крайне низких значениях. Но если опережающие индикаторы будут свидетельствовать о том, что инфляция в перспективе ближайшего времени вырастет, тогда и мы смело сможем рассчитывать на более жесткий подтекст со стороны ФРС. Тем более, цены на нефть сейчас активно растут, а восстановление ценовой и энергетической конъюнктуры – это как раз уже основной фактор для роста индекса потребительских цен и инфляции в рамках и развитых, и развивающихся рынков. Поэтому сегодня, если есть возможность, я думаю, даже если нет возможности, вы должны ее найти, чтобы в 15.30 оказаться перед вашими мониторами, посмотреть за статистикой и попытаться использовать потенциал, вероятно, растущего доллара в плане реакции на этот отсчет. И торговать в связи с этим можно, как по классической валютной паре, через которую мы отыгрываем американскую статистику, это USD-JPY, так же и через, собственно, рисковые активы, которые будут котироваться против доллара. Но моя рекомендация – USD-JPY. Мы с вами уже перевыполнили наш план по профиту в рамках этой недели. Но если доллар так неплохо чувствует себя, даже сейчас, когда на фоне вчерашней неопределенности сегодняшнего тренда, понижательного по хунту, который должен был бы спровоцировать панику и заставить трейдеров уходить в японскую валюту, мы этого не видели. То есть доллар очень неплохо сейчас справляется со своим статусом лидера рынка. И если этот тренд и эта позиция будут сохранены и дальше, то есть до конца этой недели, тогда мы сможем добраться даже до следующего уровня сопротивления – 104.5. В идеале бы, конечно же, коснуться уровня 105 йен против доллара. Ну и, конечно же, фунт. Говорить о том, что это интересный актив – даже неправильно. Фунт, учитывая то, что мы видим, является героем, по сути, тех баллад, которые будут слагаться. И сегодня, я уверен, что все новостные порталы, которые занимаются оценкой ситуации на финансовых рынках, будут пестрить тем, что Англию и, прежде всего, национальный валютный актив снова посетил черный лебед. Но это действительно так. Фунт доллар сейчас котируется на отметке 1.2462. При этом минимальное значение было на отметке 1.15, после чего последовало быстрое восстановление, то есть падение на 1000 пунктов, рост – это, конечно же, безумное движение. И самое интересное, что вот этот коррекционный тренд и обвал, который мы с вами видели, его не так уж и легко объяснить. Ну, я думаю, что, если быть совсем реалистом, и чтобы не темнить, на рынке не было стоящего фундамента, которым мы сейчас могли бы с вами четко, стопроцентно руководствоваться и говорить, да, вот именно это стало причиной того самого обвала, который мы наблюдаем. Мы помним то, что фунт начал валиться не просто так. Катализатором основным выступили комментарии Терезы Мэй, премьер-министра Англии, еще с выходных, то есть в понедельник, мы подключились к этому коррекционному ралли и стали говорить о том, что фунт, в принципе, аппаратно остается усаден. Вы помните, что, согласно этим комментариям, Тереза Мэй дала понять то, что процесс выхода из состава ЕС будет запущен в ближайшее время, и Англии нужно в целом готовиться к затяжному периоду неопределенности. Но сейчас рынок, конечно же, пытается подтянуть за уши дополнительные новости, которые были на рынке. Вот среди них, в частности, интервью Франсуа Оланда, который, как вы знаете, возглавляет Францию в Financial Times, где он отметил, что в самое ближайшее время, этому интервью буквально несколько часов, в самое ближайшее время между Германией, Францией, ну и прочими странами Европейского Союза, ну мы говорим про костяк, это Германию и Францию, состоится встреча с представителями Англии, где будут обсуждать подробности сделки адекватного, нормального, и без каких-либо крайних последствий расставания и, собственно, развала прежних отношений. И, в частности, Франсуа Оланд отметил, что если Англия не пойдет на те моменты, которые ранее обсуждались, те условия сделки, восприняв их, скажем, в негативном ключе, то весь этот бракоразводный процесс, как я вчера отметил, будет иметь крайне негативные последствия для Англии. И выход будет довольно жестким. В принципе, об этом намекала и Тереза Мэй. Сейчас это подтверждается и представителям Германии. Меттель также высказывалась в этом ключе несколько дней назад. Сейчас позицию поддержал и Франсуа Олан. Также вы прекрасно понимаете, что на фоне развития такой понижательной динамики очень много, безусловно, денег было в рынке, которые, опять же, с позиции трейдеров, были уверены в том, что дно уже достигнуто и можно сыграть на повышение. И каждый раз, когда рынок обновлял, переписывал локальные минимумы, вот это срабатывание стопов провоцировало на то, что этот тренд обретал большую силу и с большим размахом продолжал двигаться вниз. И еще важное дополнение, что этот обвал мы с вами наблюдали на низколиквидном рынке, когда Нью-Йоркские площадки были уже закрыты, а Азия, Гонконг, Сингапур еще не стартовали. Может быть, это также причина, почему обвал был настолько катастрофическим. Сейчас пара восстанавливается. Торговать ей в рамках сегодняшней торговой сессии, мне кажется, смерти подобно. Я думаю, что, может быть, кто-то из вас рискнет, потому что прекрасно понимает, что за таким движением, опять же, кроется потенциал, который будет раскручиваться в рамках практически всего дня. И для фунта сейчас пройти 100 пунктов за 5, 10, 15 минут – это ерунда. Ему ничего не стоит. Но проблема главная заключается в том, чтобы правильно оценить это направление. Я бы порекомендовал вам все-таки подержаться вне трейдинга по фунту, по крайней мере, до конца этой недели. На следующей мы снова вернемся к поведению британца, посмотрим, где он закроет эту пятидневку, посмотрим, насколько он будет волатилен на азиатской сессии понедельника. И построим уже новые инвестиционные идеи. Хочу также отметить австралийца и новозеландца. Здесь, в целом, картина не меняется. Восстановление доллара является причиной прессинга и на эти рисковые инструменты. Австралийца на текущий момент у нас котируется на отметке 0,7570, то есть уже ниже поддержки 0,76 новозеландеца, просел еще ниже остерхуровня, который мы с вами зафиксировали в ходе прошлого бритинга. Актуальные котировки 0,7132, но это мало для нас, потому что у нас цель это поддержка 0,70. USDCAD 1,3238. Мы с вами говорили о том, что канадская валюта будет слабеть все равно, даже несмотря на восстановление цен на нет, потому что тому способствует макроэкономическая картина. И наши предположения оказались верными. Но 1,3238 это также высокое, конечно же, значение, но это не совсем тот ориентир, который нужен нам, потому что сейчас нам необходимо уже следующее сопротивление 1,33, потому что мы снова хотим провести еще одну классную сделку по этому дуэту валютных активов. И я надеюсь, что сегодня дальнейшему росту доллара и ослаблению канадцев поспособствует еще не просто статистика по американскому рынку труда, а еще и статистика по рынку труда Канады, потому что в 15.30 по московскому времени параллельно с Non-Farm Parallels и канадские статистики опубликовывают ситуацию по рынку труда в рамках национальной экономики. И если вы посмотрите на прогнозы и ожидания рынка, статистика обещает быть плохой. Стоит только просесть снова к канадскому рынку труда, мы с вами добавим к нашему латентному и скрытому для многих прочих трейдеров представлению о том, будет ли Банк Канада снижать процентную ставку, еще процентов 5-7, с вашего позволения, конечно же. И я надеюсь, что этот макроэкономический фон и расхождение, опять же, ожиданий по политикам ФРС и Банка Канады будет способствовать сохранению повышательного движения. Поэтому из важных отчетов, сегодня в 15.30 Non-Farm Parallels и статистика по росту заработных плат в США. Параллельно с этим посматриваем еще за рынком труда Канады. Кодовое слово на сегодня, приурочим его к тому, что случилось по британцу сегодня. Это даже словосочетание «черный лебедь». Величина бонуса 16%, действует он, как вы знаете, до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени. Со своей стороны остается пожелать вам хорошего закрытия этой недели, замечательных выходных, обязательно соберитесь силами, вы видите, что происходит на финансовых площадках, нам эти силы понадобятся, потому что в понедельник мы с вами снова возвращаемся в наш трейдерский бой. На этом все, большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.